Друзья, приветствую вас. Ютуб 24 канала. Работаю для вас я, Ирина Узлова. Сегодня со мной интереснейший гость. Виталий Дымарский, журналист, публицист, а также главный редактор российского исторического журнала «Дилетант». Виталий, здравствуйте. Рады вас видеть. Спасибо, что нашли время. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, тоже рад вас видеть. Спасибо большое. Тут одни входят, другие выходят. Я вот тут шучу. Сообщает Песков, пресс-секретарь Путина, что как будто бы Путин планирует посетить саммит Россия-Африка. Ведутся уже такие прямо детальные подготовительные процессы. Тем временем спрашивают в Кремле, как вы прокомментируете тот факт, что подразделения и бойцы ПВК «Вагнер» выходят как будто бы из Центрально-Африканской республики. Это уже такая началась неприкрытая дележка влияния на Африку и раздела тех денег, которые были сосредоточены благодаря и потокам денежных, и не только лишь благодаря зекам Пригожина в Африке, и на них уже претенденты именно в кремлевской верхушке. Слушайте, это довольно сложный вопрос вообще. Не все его понимают, в России тем более, потому что мы смотрим на всю хакофонию информационно-пропагандистскую и не можем разобраться в этом. Потому что, с одной стороны, федеральные каналы мочат со страшной силой Пригожина и показывают, какой он коррупционер. И вообще, смотрите, такая дегероизация идет Пригожина. С другой стороны, он разгуливает свободно не только по Белоруссии, но и по Питеру, и по Москве. И вполне ведет себя безнаказанно. И даже получил обратно вот эту вот набитую деньгами машину, автомашину. И не только деньгами, там и золото, по-моему, было. Ну, в общем, показывают его там в каких-то париках. Вообще, терпи, что? Какая-то полная, как мне один политолог сказал, полная хакофония. Которые, хакофония, значит, эти звуки, составляющие хакофония, они идут из разных источников. Ну, выражение по поводу многочисленных башен Кремля мы знаем давно. Но, видимо, я не знаю, там башни, не башни, в каком там виде это все существует. Но совершенно понятно, что в разных частях российской власти разные отношения. И из разных углов идут разные распоряжения и приказы. Что касается судьбы самого Вагнера, я имею в виду самого Вагнера не композитора, и даже не ЧВК, это частные военные компании, а Вагнера, скорее, да, всей этой банды, то там тоже не все так просто, потому что все зависит от того, где они находятся, как они находятся. Одна из версий, которая была и которая ходит по российским политологическим, рассказал кругам, это то, что прощение, значит, Пригожина наступило в результате, хотя я не верю, сразу оговорюсь, что это может быть результат не только одного обстоятельства, но что это, значит, было как итог неких просьб африканских лидеров. Потому что мы знаем, что многие режимы, это известная вещь, что многие режимы в Африке держатся вообще на частных военных компаниях, не только российских, кстати. Там и французы присутствуют, это известное все дело. Но на Вагнере, там какие-то, не возьму сейчас перечислять эти страны, и в каких странах какие у них позиции, но это существует. Но, опять же, конечно же, и все-таки это с одной стороны одинаково, с другой стороны по-разному. Поэтому я не удивлюсь, я даже слышал, что кто-то, может быть, это ЦАР, этот самый центрально-африканская республика, может, еще кто-то, сказал, что ничего страшного, мы одну ЧВК заменим на другую. То есть, может, кто-то там выгонит этого Вагнера и наймет другую, французскую, американскую, какую-то там еще, может, какую-нибудь еще российскую, хотя, по-моему, я не знаю, вряд ли. Вот. А где-то, наверное, они все-таки продолжают быть. Более того, как я понимаю, на российской территории в каких-то точках продолжается рекрутирование людей в ряды Вагнера. То есть, таким образом, ЧВК продолжает существовать, Пригожин продолжает существовать, и уголовное дело против него закрыто. Прощен ли он? Вот это мы должны посмотреть. С одной стороны, вроде, казалось бы, прощен, но с другой стороны, чего? Так уж прямо федеральные каналы, ничего так просто там не бывает, с таким остервенением показывают его, значит, неприятное... Неприятное, извините. Показывают неприятное его лицо, значит, российскому населению. Да, лицо, конечно, такое просто. А еще вот вы видели, как там понаходили у него парики и все прочее. Там просто какие-то образы, мягко говоря, странные, ну, для того, чтобы, видимо, прятаться. А он, как вы думаете, Виталий, он хочет быть прощенным? Может, он тоже играет свою новую игру уже, новую серию готовит, в частности, продолжение своей карьеры и Вагнера своего, и, возможно, удержит? Слушайте, Пригожин бизнесмен. Да, и, конечно, ему совсем не хочется ни в тюрьму садиться, это понятно, ему не хочется отказываться от своего бизнеса, это тоже понятно. Он же говорил, когда он еще в Бахмуте стоял, вот сейчас мы здесь закончим, и говорит, я вообще, поскольку с этим Министерством обороны дело иметь невозможно, я вообще уйду обратно в Африку. Вот, он знает, что у него есть всегда Африка, так или иначе, в каких объемах она останется, мы сейчас гадать не будем. И, значит, ничего, его бизнес у него не отнимают, и то, что он нажил, значит, нелегким своим трудом, значит, тоже его все это вернули. Так что, чего ему? Он смотрит, как будет ситуация дальше, призовут, не призовут, нужен он будет, может, он нужен будет еще и на войне, да, хотя там встает очень много вопросов, если уж мы опять про Пригожина, про Невастопу уже говорят в последнее время, вот, но там встает очень много вопросов, в том числе, хотя, конечно, в нынешнем российском государстве говорить о праве, это вообще не могла такая странная вещь, но там очень много правовых вопросов встает, потому что ЧВК, частая военная компания, до сих пор не узаконена, и вообще-то их существование, их деятельность, она противозаконна. Его можно сажать в тюрьму, там, я не знаю, какие там наказания предусмотрены просто за его существование хотя бы, да, оно нелегально. Вот существование ЧВК формально, оно нелегально. Нелегально, если, даже если примут закон о ЧВК, о том, это многие разумные политологи, военные эксперты, я их знаю просто, я много раз с ними беседовал, много лет назад, ну, когда это только все возникло, говорили, что надо принять закон о ЧВК, он до сих пор не принят. Но даже если его и примут, вдруг там, не знаю, в срочном порядке, то надо иметь в виду, что это такое общее правило, ЧВК, частные военные компании, не воюют. Они не воюют. Они выполняют только специальные поручения. Они могут быть охранниками, они могут, и мы это знаем, и это, кстати говоря, давайте объективности ради, скажем, не только российские, они могут устраивать государственные перевороты, там, в третьем мире, так называемом, и так далее. Но в войне на передовой частные военные компании не участвуют. Это прерогатива исключительно Министерства обороны. Вот. Поэтому, значит, непонятен ни статус ЧВК, Вагнер, ни его будущее, ни что он будет делать, ни что будет с Пригожиным. Поэтому я вам говорю, вот все вам рассказываю обо всех вопросах, которые стоят, но ответ на них пока никто не дал, хотя, в общем-то, конечно, надо дать ответ, потому что, тем более, что вопросов добавил еще и сам Путин, когда он в открытую, публично начал рассказывать, сколько денег перечислили Вагнеру. Вот эти безумные миллиарды. И я думаю, что российский обыватель запутался. Он смотрит телевизор, смотрит все эти сумасшедшие богатства, которые ему показывают Пригожинские. И потом он понимает, что все это на его деньги. Что это те деньги, которые Пригожин давало государству. Он их даже не крал. Государство просто давало ему эти деньги. Это поразительно. На незаконную, незаконно функционирующую, частную военную компанию зэков. На законное функционирование ЧВК Вагнера государство выделяет безумные деньги. Я плохо, честно вам скажу, когда больше определенной суммы, я плохо понимаю, что это такое в размерах экономики, в масштабах экономики. Но кто-то из экономистов сказал, что ему передали больше годового бюджета Казани. А еще припомним, где-то мы не видели достемена той бумажки, которая бы позволяла ему вытаскивать зэков из тюрьмы и отправлять их навоевать. Это же тоже была незаконная такая вербовка. Ну, пожалуйста, тюрьмы открывали. Конечно, да. Я уже не говорю про набор этих самых преступников по лагерям и так далее, и так далее. Там вроде какие-то формальные решения принимали. А дошло до срочного освобождения или что-то такое типа этого. Вот. Поэтому как бы все это... Когда все это произошло, весь этот мятеж, Путин действительно был в ярости, это было видно. А мы знаем, мы много раз говорили, он сам говорил, что он предпочитает врага предателю. Что с врагом он борется, а предателя он уничтожает. Пригожин явно выглядел предателем в глазах Путина. И все уже, значит, спрогнозировали, что его ждет там какой-нибудь новичок в ближайшем будущем, хоть и в Белоруссии, или не в Белоруссии. Так я говорил, что он и не в Белоруссии, а просто в России, и на него никто внимания не обращает. И пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вчера, по-моему, заявил о том, а мы в Кремле, мы не следим за передвижениями Пригожина. Ну, значит, все, значит, они как бы его отпустили на волю, делали, что хочешь. Ну, что хочешь он делать не будет. Он, безусловно, человек с деньгами, с Вагнером, но не самостоятельный. Он не может действовать в одиночку. Поэтому, значит, та группа политическая, идеологическая, военная, с которой он связан, и которая его поддерживает, она, значит, наверное, каким-то образом будет его использовать в дальнейшем. Ну вот, будем смотреть, будем наблюдать, во что это все выйдется. В какую игру, Виталий, как вы полагаете, играет сейчас Лукашенко, самопровозглашенный белорусский диктатор, он тоже давеча вышел и говорит, мол, а ну, Пригожин, вообще пусть Российская Федерация решает, что он делает и где он, захочет приезжать, пусть приезжает со своими зэками, не захочет, не надо. Это, говорит он, россиянин, это дело Российской Федерации. Такое впечатление, что это тоже дистанцируется сейчас от тех договоренностей, как будто бы по его пособничеству были достигнуты с Пригожиным. То есть Лукашенко, выполнил свою роль, сыграл свою роль, Лукашенко может уходить. Ну, Лукашенко, Лукашенко это Лукашенко. Он, время от времени, он выходит на сцену с разными масками, которые он надевает в зависимости от мизансцены, от того, что какой спектакль он играет, трагедию, комедию, чаще всего это комедия, но, к сожалению, бывали и трагедии. Вот. И, ну, сыграл свою роль, ну, и все. А сейчас, что ему вообще в это дело вмешиваться, пусть там Россия с ним и разбирается своего Пригожиного. А касательно размещения тактического ядерного вооружения, эта перспектива снова поднимается, и, возможно, она уже там есть, как они декларировали. Тем не менее, Лукашенко говорит, что все боеголовки будут до конца года помещены на территорию Беларуси. Они все-таки закончат этот кейс, ну, если доживут до этого времени, как вы думаете? И все-таки, кому нужнее это оружие, Путину или Лукашенко? Конечно, Путин. Конечно, Путин. Лукашенко делает вид, что он очень его хочет, но я думаю, что он его не хочет. Вот. Но он не может сопротивляться Путину, он не может сказать Путину, что он не хочет, что он не с ним, да? Он должен свою солидарность демонстрировать, он ее демонстрирует, он согласился на это. Хотя, думаю, что зачем ему становиться целью, да, так сказать, объектом внимания противоположной стороны, я бы сказал так, да. Конечно, я не думаю, что он очень рад, но это все в рамках вот этого ядерного шантажа, я не знаю, как это назвать, ядерной игры, военно-политической, в которой, значит, это ядерное оружие и его расположение играет там какую-то свою роль. надо признать не ключевую, да, это скорее такая, это здесь больше, на мой взгляд, я не военный эксперт, здесь надо спрашивать военных, мне кажется, что вот это такое военно-стратегического значения это не имеет. Это исключительно такой чистый пиар. А вот, но тем не менее, когда они потрушивают и шантажируют, а на что они уповают? На то, что все-таки будет Запад побаиваться этой эскалации? Ну, мы же с вами видим, что они, помимо этого шантажа, дальше никуда не идут. Ну, слушайте, ну да, но шантаж, он, в общем-то, как бы сказать, шантаж же рассчитан не на то, чтобы его реализовать, а на то, что он может быть реализован. Ну, да, ну, слушайте, ну, используйте те инструменты, которые у вас есть. Это есть, и это время от времени всплывает. И когда нужен какой-нибудь аргумент, вспоминают о том, что у нас еще есть вот ядерный аргумент. Конечно, но все равно никто вам никогда не даст гарантии на 100%, что он не сработает, так же, как и никто не даст вам гарантии, что он сработает. Скорее, нет, но играть с этим будут. Ну, слушайте, ну, это, ну, что делать? Да, мы живем в таком мире. По крыше Запорожской атомной электростанции лазят непонятные люди в белом и что-то там устанавливают. Наш энергоатом не исключает, что это очередная взрывчатка, директор МАГАТЭ Рафаэль Грости говорит, прогресс есть, нас пустили, но вот на крышу нет. А в охлаждающем ставке мин он по-прежнему не видит, потому что, ну, тоже нырять же им не разрешат, и все не показывают российские оккупационные военные, которые продолжают контролировать более года уж и территорию Запорожской атомной электростанции. 5-го числа не произошло подрыва, хотя до 5-го числа они ставили, я напомню, нашим зрителям такие рамки по сообщению нашей разведки, что, мол, должны покинуть сотрудники Росатома, завезенные туда незаконно территорию ЗАЭС, но, слава богу, 5-го числа ничего не произошло. Тут вы думаете, насколько действительно близка Россия к очередному теракту на территории Запорожской атомной электростанции, и зачем? Мотив будет политический, военного особо нет, или как-то продемонстрировать очередные операции под чужим флагом, как они это декларируют? Ну, слушайте, Запорожская станция это тактическое ядерное оружие, лежащее на территории Украины, да? Да, согласна. Вот. Когда его, использовать ли его, и когда его использовать, если использовать, не знаю, да? Скорее всего, нет. Это такая же, тоже все в рамках ядерного шантажа и ядерной игры, военно-политической игры. Поэтому, ну, даже трудно ей что-то сказать, да? Ну, приехал туда Кириенко что-то такое посмотрел, как бывший руководитель Росатома. Ну, понятно, что спекуляции вокруг этого будут постоянные, будут пугать, будут, опять же, опять употребим это слово, шантажировать. Но с надеждой, что этого не случится, как случилось с Каховской ГЭС. Я, опять же, не беру на себя никаких экспертных акценок, мне не хватает для этого знаний, но вот я говорил там с некоторыми коллегами, они вообще считают, что взрыв плотины, да, Каховской, что по последствиям это хуже, чем потенциальные, пока еще, слава богу, не состоявшийся взрыв Запорожской атомной электростанции. Вот, ну вот, слушайте, идет война. Да, но тем не менее, дай бог, чтобы это не будет катастрофически в плане последствий настолько, насколько некоторые рисуют. А вот все-таки... Извините, специалисты же говорят, да, что, собственно говоря, применение тактического ядерного оружия в военном плане ничего не дает. Оно не дает ни новых территорий, ни оборудования, ничего, да, кроме заражения огромной территории, на которую попадает не только Украина. Я посмотрел вот этот вот там радиус, диаметр, как вы хотите, вот этот круг. Нет, давали, я... Ну, практически там до Москвы доходит. До самой Москвы не доходит, но практически до Москвы. Ну, и, знаете, большая территория России тоже попадает. В случае взрыва я имею в виду Запорожская аэр. Да, да, куда ветер подует. А Чернобыль я помню. Да, я, кстати, я был в Чернобыле и видел все это. Виталий, а тогда зачем это? Эта тактика после нас хоть потоп, просто вот ради этого? Ну, слушайте, ну, как вам сказать, ну, действительно, мы же, чего мы спрашиваем друг друга, зачем это? Зачем вообще эта война? Да, я не знаю. Ну, вот для этого, для того, чтобы мы, к сожалению, не только для того, чтобы мы об этом поговорили. Вот. Да, идет война, на мой взгляд, никому не нужна, никому ничего не приносящее, кроме горя, смертей, трагедий и так далее, в которой, на мой взгляд, не будет победителей, потому что даже если формально даже кто-то победит, то все равно он проиграет хотя бы за счет того, что он сколько людей своих, сколько жизней будет положено на это. Вот. Знаете, как это я как-то спорил, есть у нас такой великий историк, он сейчас считается помощником, я всем путаю, только помощником, только советником президента, Владимир Мединский. главный по истории сейчас в России. И как-то мы с ним в эфире разговорим на исторические темы, он как-то сказал, говорили про Великую Отечественную войну, он говорит, что у победы, а у меня программа, которую я веду, ну, я веду, что я до сих пор в Ютьюбе, а раньше на радио, называется «Цена победы». И вот мне Мединский говорит, у победы нет цены. Понимаете, я говорю, как это нет цены? Я говорю, если нет цены, он говорит, ну, известно, что в войну советских людей разные цифры говорят, ну, так, официальная цифра 27 миллионов, кто-то сейчас говорит 40 миллионов, но сейчас мы не будем в этот спор вмешиваться. Я говорю, ну, как так, я говорю, а 27 миллионов в жизни, это разве не цена? Он говорит, да хоть бы 80 миллионов, да хоть бы, я говорю, тогда, как у победы нет цены? Все погибли. Ради чего? Ради того, чтобы оставалось государство с названием? Для того, чтобы остался в живых один человек и руководитель этого государства, как бы называть там диктатор и так далее, как-то нет. У победы есть цена, да, и она в любом случае очень большая. Виталий, а Путин готов до последнего собирать и отправлять в рамках мобилизации, которые, по сути, не останавливали, до последнего россиянина, как они говорят, что это Запад готов до последнего украинца воевать, такая у них пропаганда, готов до последнего россиянина отправлять, мобилизировать. Не боится ли бунтов после Пригожинского случая? Ну, мобилизация, конечно, продолжается, она не массовая, давайте, была бы она массовая, это уже было бы видно, заметно, в том числе по реакции общества. Она не массовая, я думаю, что массовую мобилизацию сейчас власть российская не может себе позволить. И так, вот эти события Пригожинские, они, конечно, это был удар по власти в том смысле, что показал все эти слабости и все те узкие места, которые там существуют, если там колонна под названием «Марш справедливости» может пройти несколько сот километров без всякого сопротивления, ну что это, где «Где ваша вертикаль власти?» Вот. Поэтому слабостей много и мобилизация, конечно, но пока общество не очень реагирует на это, пока общество, как мне кажется, не только общество гражданское, но и военное, я имею в виду армия, судя по тому, как она себя вела в этой ситуации, армия, ну, давайте будем говорить об обществе все-таки, общество выбрало себе эту роль и это место такого наблюдателя, зрителя. Зрителя, который не хочет вмешиваться, не хочет быть на чьей-то стороне, но с интересом, я бы сказал, смотрит за тем, что происходит то ли на сцене, то ли на поле, выбирает там любой образ. Вот. Не сильно интегрируясь, не сильно инвестируя себя во все эти процессы. Ну вот, собственно говоря, вот эта вот нейтральность, вот эта в какой-то мере это можно назвать и безразличием таким политическим, да, оно пока есть, да, и оно позволяет во всех случаях власти дальше существовать. Любая мобилизация, она встряхнет. в общество, как это было прошлой осенью, когда первый раз мобилизацию объявляли, сколько там, почти миллион человек сразу уехали из страны. Вот. Сейчас все больше и больше говорят о том, что их надо возвращать, потому что в России так мало людей. Я имею в виду для такой территории, ну, это известная демографическая проблема России, что чтобы освоить такого огромную территорию, нужно просто большее население. Вот. И потеря населения, потеря населения квалифицированного, оно, конечно, конечно, это все чувствуется. экономика начинает показывать, что не все там так благополучно, рубль падает, а тут скоро, значит, вот этот пресловутый 24-й год с так называемыми выборами. В общем, как бы сейчас мобилизация вообще ни при чем. Если деваться будет некуда и объявить мобилизацию, я думаю, что это может быть вообще концом режима. Нет, чтобы осваивать свои территории, он пошел чужие еще завоевывать. Кстати, говоря о мобилизации и протестах и Дагестан, я тут вспомнила, разъезжал там Путин, мы с вами это обсуждали, собственно говоря, но там было продолжение, приехала какая-то плачущая девочка из Дагестана, посадили ее за стол Путина. Дагестан, на который были, кстати, протесты против мобилизации, а сейчас одно из самых больших количества числа похоронок туда идет, по крайней мере, насколько нам известно, Путин какие-то 5 миллиардов рублей выделил на фоне 86 миллиардов рублей, которые Пригожину выделяли, да, вот о чем нам говорит вот это разъезжание Путина вокруг Дагестана, Песко выходит сегодня и говорит, что новых поездок в регионы в ближайшее время не планирует российский диктатор, все, наездился? Не, ну это была такая пиар-акция, она была необходима Путину после Пригожина, после Пригожинского мятежа, ему надо было выйти к людям, да, потому что вот этот образ, слишком далеко зашел этот образ сидящего в бункере то ли Дагестана, надо было выйти из этого бункера, надо было поговорить с людьми, надо было поговорить с людьми, ну я не знаю, у вас, наверное, в Украине известен этот факт, что все люди, с которыми встречается Путин, последние, там, сколько у нас как у нас ковид-то этот наш. Три года, по сути. Да, они все двухнедельный карантин выдерживают перед встречей с Путиным, вот, а тут даже пошли на такой риск, судя по всему, это девочку на карантине не держали, хотя кто его знает, может быть, заранее держали, но слишком, по-моему, в таком ускоренном порядке этот визит проходил и организовывался, вот, вот, кстати говоря, мой коллега, журналист, Тирилл Набутов, он вспомнил замечательный эпизод с похожей с девочкой, которая там Сталин в свое время, в 30-е годы, также привечал, также обнимал, там, фотографии, все это, так далее, что не помешало в 1938 году ее родителей, вот, так что надо быть аккуратным родителям девочки этой, но это так, по ходу, это, что называется, по ходу дела, вот, было выбрано Дагестан, как все-таки такой проблемный регион, появление Путина, ура, все обнимаются, целуются, он не боится подойти к людям, опять же, я думаю, все-таки, что на сей раз они в карантине, эти люди, не отсидели свои две недели, то есть Путин уже даже пошел на такого рода риски в его глазах и в глазах его там, вот этого всего охранного подразделения, значит, потому что дальше оставаться в бункере спрятанным было нельзя, я ничего не боюсь, я выхожу, вот я такой, так что здесь был больше, мне кажется, вот эта часть, чем чисто дагестанская, да, ну, раз уж ты в Дагестане, то надо, значит, ублажить местные, местные жители и местное, местное руководство и показать, что Дагестан с президентом. Виталий, вы полагаете, он посмеет поехать, позволит себе, рискнет на какой-то саммит Россия-Африка, не побоится? Ну, посадят всех американцев карантин на две недели. Всех вокруг, да? Да, да. Это будет такой надежный бронежилет, да? Конечно, политически надо ехать, вот я бы так сказал, ему надо ехать. Поедет ли он, сомневаюсь. Я тоже. А ведь могут же и приземлить где-то самолет по пути и ордером международного... Это непонятная же история с этим уголовным судом, да, с... Ну, не знаю, давайте посмотрим, но я думаю, что в конечном итоге по зуму, по какому-то дистанционному выступлю. Я так думаю, но просто все... Я так же не люблю прогнозы, потому что они обычно не сбываются. Ну, да, я тоже, я разделяю ваше мнение, я тоже конспирологию не очень люблю, но так, в принципе, мы о рисках, о слабости режима и вот, да, о доцильности, о том, надо ли ехать, это я услышала. Спасибо вам огромное. Виталий, и многое другое услышала я, и наши зрители. Я благодарю вас от всей души за этот разговор, всегда очень рада вас видеть, надеюсь, не последний раз встречаемся. Благодарю вас, всего доброго, берегите себя, всего хорошего. Друзья, спасибо вам большое, что были с нами. Я, Ирина Узлова, для вас работала, со мной был публицист, журналист Виталий Демарский. Спасибо, что смотрите. Поставьте лайк, пожалуйста, если вам понравилось, приходите к нам еще, рады вас видеть. Берегите себя, верьте в нашу победу, она точно будет. Увидимся.